Это кто у нас ходит-бродит, это кто у нас ходит-бродит, это кто у нас ходит-бродит, наш вальфрамовый старичок. Это кто у нас ходит-бродит, это кто у нас ходит-бродит, наш вальфрамовый старичок дорогой. Это кто такой бородатый, это кто такой пузатый, в зеленой рубашке ходит по Невскому. Это кто такой у нас бородатый, это кто у нас такой пузатый, это кто у нас зеленой рубашке шагает по Невскому. Наш вальфрамовый старичок, наш вальфрамовый старичок, наш вальфрамовый старичок. Он тебе расскажет советы, хоть про то, а хоть про это. Он тебя научит влаговому, наш вальфрамовый старичок, да? Этот наш мудрец, городской мудрец, он расскажет вам, как нужно жить и любить. Петербургские страсти. Шестая серия. Ну вот, наша кондуктор-шакоспойщица взяла и сбила, как вы помните, кондуктора Дмитрия за то, что тот ей угрожал, она именно в сети. Он так говорит, ну кондуктор-шакоспойщица, ну прости меня, пожалуйста, но я не со зла, я хотел просто тебя, типа, защищать. Она говорит, да, защищай, если защищать, тогда бы ты нормально себя не вел, а не как мудрец какой-то. И поэтому я тебе еще раз запинаю. Очень сильно я испинала его, избила, и лежит он такой, значит, дома у себя на кроватке и страдает. Но вдруг неожиданно он заснул. А в это время уже ночь наступила полночи. И вот наши знаменитые, знакомые, наши друзья, или враги, скорее даже, клопы-социалисты, они, как вы помните, погибли. Из-за станции, ну вот, ну, на самом деле, не совсем они погибли, потому что их призраки витали по комнате Дмитрия. Вот они говорят, мы же с ентому деклассированному элементу устроим этому кондуктору. Мы сейчас ему устроим этому развратнику. Вы слышали, друзья, что он тут обидел девушку? А мы должны защищать и женщин, потому что женщины – это унетенные слои. Да, 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 давайте, мы, клопы-социалисты-призраки, должны что-то сделать. И они говорят, а давай его пугать. И они начали летать, увеличиваться в размерах, такая пасть огромная во всю комнату у клопа. Рогами его лягать своими, в общем, лапами хватать, щипать, в общем, какие-то страшные вещи. Он орёт, кричит, говорит, надо срочно звонить, надо срочно звонить выходниками за привидением немедленно, чтобы они приехали и защитили меня. Ну, клопы-то сказали, никуда ты не пойдёшь звонить, потому что мы тебя ноги отгрызли. Он смотрит, и правда, ног-то, у него культяпки только одни есть, такие до колен. Он такой руками тянется к мобильнику. Они говорят, а вот и руки мы сейчас тебя отвезём, хлоп, и раз, действительно, у него руки по полокой только остались, такие культя, в общем. И он орёт, кричит, и Дмитрий, ааа, что же делать, как же я буду жить теперь без рук, без ног. Ну, и потом, значит, клопы-призраки всё летали и мучили его, и он, в итоге, последние свои дни доживал, сойдя с ума и крича и визжа на всю комнату. Ну, а наш друг, небезызвестный любитель покушать очень вкусно Барамбумба, пошёл в один петербургский бар поболеть за украинцев, и сказал, мне, пожалуйста, годушек, мне, пожалуйста, вкуснее украинского борща пановалистей, и мне, пожалуйста, горилки сюда. Ну, ему всё подали, он всё бахнул, жмахнул, съел, выпил, закусил, в общем, и давай орать. Да что это такое? А он смотрел матч Англия-Украина, и он очень, эээ, такой раз, говорит, ооо, всё, сколько голов, три гола забили, ну всё, вообще. И, в общем, раздавился, стал стулья поворачивать, поворачивать, но ему никто ничего замечаний не сделал, потому что сказали, ну и ладно. Ну, он двухметровый был, как бы, такой, поэтому решили, ну ладно, пусть громит и громит, никто ему ничего не сделает. Вольфановой старичок в это время, ему вообще на этот футбол было наплевать абсолютно. Ну, он просто ходил, гулял по городу. Вот он по Молинскому парку ходил, бродил. А там мимо него прилетали разные электросамокаты люди, надо говорить, ну вообще надоели мне эти самокатчики электрические, я им сейчас задам. Пришёл, значит, домой, говорит, бамбуми, я сейчас в гараж пойду. Он пошёл в гараж, взял от Запорожца, значит, движок старый, достал двигатель, потом, значит, какую-то фанерную доску как бы сделал там, перетранил там, значит, потом взял, привалил какую-то, значит, штуку туда запинюрил, и в итоге получился у него самодельный такой самокат, очень гневного такого вида, такой металлический, с такими шипами. И он такой, ну всё, я им сейчас покажу. И пошёл, значит, на следующий день кататься на этом своём самодельном самокате на Молинскому парке. Завёл движок, такой, с таким звуком страшным. В общем, он поехал по велодорожкам Молинского парка и сбивал всех самокатчиков, все самокатчики, кюветы с гор там падали, там, так как холонистые места, все там вылетали, падали, вот, и ещё кому-то он там раскидал, покидал. И после этого, как Пулефрамов Старичок покатался на Молинском парке, после этого никто уже как бы не норовил кататься в Молинском парке на электросамокате. И Пулефрамов Старичок в общем раз победил. Ну а что же на Шрикануте Шрикасплейщица? Ну, она на Шрикануте Шрикасплейщица решила зарабатывать деньги с помощью вебкама. Она продолжала очень быть вебкамом, также она была очень в Инстаграме популярной, такая тёпочка, как бы можно сказать, моделька, все как бы её смотрели. И вот однажды один топ-менеджер Газпрома, так налюбовался на Шрикануте Шрикасплейщица в разных образах, в разных гостях будущего и прочего. А он уже был такой дедок, он уже лет 65 был, и он такой подумал, ну, где бы я не пропадала. Я написал ей в Директ, написал, что он менеджер Газпрома, что у него очень много денег, и он хочет свидания, как будто Шрикасплейщицца. Ну, Газплейщик сказал, хорошо, мое свидание стоит 1000 евро. Ну, перевел ей, значит, Сбербанк онлайн 1000 евро. Ну, Шрикасплейщицца такая, радовалась, и пошла, значит, с ним до свидания. И такая, они пошли, значит, в ресторан. Не будем называть ресторан, чтобы вы туда не ходили, не спрашивали, правда это было или не правда. У нас в петербургских историях, знаете, в петербургских страстях всё правда. и про призраков, клопов и прочее. Всё у нас всегда правда. Мы своей зрительностью не обманываем никогда. Ну, вот. Ну, значит, наш конструктор Шрикасплейщицца пришла на ужин, посидела там, посидела там, посидела. Ну, он говорит, вот, мне очень приятно с вами дело, вот, молодая девушка, ну, так вот, нравится вам советские всякие темы, вот, и гости из будущего, значит, у нас вот и ещё какие-то образы и разные. Говорит, да нет, причём я вообще разный, не только советский чём нигде. Советский косплей. Так, на нём Клинин Клинин не сошёлся на советском косплее. Я вообще, как только не косплею. Он говорит, ну да, вы вообще такая интересная персона. Вот, может быть, я, вы будете моей, не к тому ли, содержанкой, она говорит, содержанкой, ну, вы слишком, наверное, уже, человек, ну, женатый, наверное, говорит, да, женатый, но и что, я могу себе это позволить, как бы, тополан? Она говорит, нет, я женатый, меня не встречать, поэтому заплатите просто за нас ужин и всего доброго. Вот, так, клакануешь косплещица и покинула ресторан. И после этого забанила, забанила во всех соцсетях клиентового субъекта. Вот такая была у нас принципиальная и морально стоимость. «Канадула Катышка» распрощится. Вы послушали первый сезон радиоспектакля, радиосериала «Петербургские страсти». Продолжение следует во втором сезоне. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории из жизни героев петербургских страстей.